Друзья, вы не поверите, я иду на свои мальдивы домашние, украинские мальдивы. Какая красота, какая красота, египетская сила. Я приняла легкий душ, сейчас я, ну как все делаю, да, женщины, которые себя любят, которые занимаются виникирами и педикюрами, все утро начинают с шампанским, так и я, да, начну свое... 2 часа дня перепахала все уже, неважно, история умолчивает, как нырнула в этот шикарный бассейн, шикарнючий бассейн. Специально была шляпа куплена для мальдив, шикарно, такая, понимаете, вот водичка. Водичка шепчет и говорит мне, Нателло, ну войди в меня, ну войди в меня, Нателло. А я не против, не против, совершенно не против, нет, нет, сейчас, сейчас, друзья, сейчас. С большим удовольствием, Телло покосила, скупилась, на пиццу все взяла, постирала, поубирала, клумбу прополола, и вот мальдивы. Класс! О, все, это просто шикмадера, шинтеклера. Боже, как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. А я лежу на пляжу, я лежу на кругу. Ой, друзья, класс, свободная минутка у меня. Выпала, вчера я на пляже не была, да, на мальдивах, сегодня вот я их посетила. Там, в дальнем, на краю мальдив, необходимо облагородить, покосить траву, закончить. Так как я мальдивы облагородила, тут уже покосила, вот где ручка моя, посмотрите, все, травки нету. Травка звернеет, солнышко блючит. Я, как вспомню, в том году, дождь за дождем, и каждый вторник, друзья, я заметила, каждый вторник, я ходила на курсы экстренного вождения, спортивное вождение. Вот, боже, у меня такие перспективы были, друзья, на весну, на лето, вот опять, ну все же закрылось пока. У меня очень хорошо получалось, меня так тренер хвалил. А море забирает все, море волнулось, море вернулось. Как это он пел? Образом чаек, и ненадолго подарит прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом, парусом белым. Там что-то такое с тобой, с тобой, Муслим Магомаев, да? Класс. Илья, ну пусти меня в дом, ну пожалуйста, ну впусти, мне очень холодно. Ну впусти меня, ну впусти меня. Ты будешь заходить, Ильюля? Заходи, давай. Вот так вот, вот так, давай. Оп, оп. Оп. Ну, арестовала меня, Тигричка. Ты меня арестовала, да, да. Ну, ласточка. Нателка едой пахнет. Пахнет курочкой, да, печеночкой. Пасочками пахнет Нателка. Как же она мурчит, моя сладенькая. Пас так много, и мне надо каждому уделить. Пашу вот такое внимание надо уделить каждому. Вот только начинаешь разговаривать, все, все, все. Пожа, как же они, девочки, успокаивают нервную систему. Да, моя хорошая, да. Ну, все, 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 все. Божика, как я заморозила. Людочка сегодня выходная, говорит, мама. О, хорошо глазу, смотрите, не лопается. Разрезай пасочку. Ух ты, ёптый театр. Твороженую. Говорит, потому что я завтра, говорит. О, это же творожок видно, посмотрите. Завтра она работает. Да, а я, а я шусь, кем я? Ради бога. Ради бога. То, что сейчас творят люди, это не самый большой грех, правильно? А, ну, сейчас. Ой, я пропитала ее вчера, ну, сейчас. Девочки, знаете, что я хочу сказать? Вот, правда. Вот, честно. Я прям горжусь с собой. Она сочная, она вкусная. Я сейчас реакцию Людочки снять. Замечательно, девочки. Пока не поздно, пеките творожные паски каждый день. Так получается, что очень часто я снимаю Людочку в постели. Ну, просто, девочки, сегодня... Спасибо, машина, постель моя. В пять дней она отработала вообще без выходных. Она очень сильно устала. Естественно, я хочу свою дочку порадовать. Значит, вот я принесла ей пасочку, которая творожную. Хочу, чтобы она... Ничего страшного, Людочка, мы дома. Мы дома, не волнуйся. Бери, пробуй твороженую. Я говорю, Людочка... Показала подписчикам. Вчера. Кого подписывали? Стролей. Да, да, да. Уже выпустила видео. А, да. А можно? Я ее пропитала, кстати, еще сиропом. Она пропитана у меня сиропом. Но это уже не по рецепту. Это я уже сама от себя делала. Поняла? Как можно такое испечь не в Пасху, а назвать как-то по-другому? Это надо купить форму кекса. Купить миндальные лепестки. По деньгам. По деньгам сейчас скажу. Полфива творога. 40 гривен. 5 яиц. А в шоке? 30 гривен. Считай. Тут сахара сколько? Считай. 40 плюс 30, 70. Масло. 70 пачка. 150 грамм ушло все равно. 150. Сахар. Где-то ушло, ну, наверное... Так, килограмм где-то точно ушло. Ну, пускай себе там на чай вот оставили. Плюс 33. 183. Плюс изюм. Изюм 30, 150 грамм. 210. 40 гривен формочка. 300. Вот 210 плюс 40. 250. Вот эти вот бумажные. Плюс вот эти вот конфетти 20. Сколько мы насчитали уже? 270. 270. Вроде. Ну, неважно. Плюс эти присылки. 300 гривен где-то я потратила на все вот эти прибамбасы. А я 2 пасхи купила за 300. Подожди. И вот только 4 штучки и получилось. А, это по себе с Томаси ты купила, да? Ну, небольшой нацентр. Ну, дай, наверное, ресурсишь. И, например, сладкая, да? Я куплю форму кекса. Буду делать тебе миндалем украшать, пропитывать. Можно шоколадом. Мои слова. Так, интересно, начинку я думала. Как же делают начинку в пасху? Угу. Так само жирку делают. Вынимают пол пасхи. Люди яйца туда кладут. Боже, десятками. На дрожжях. Тесто выставили. Время, оно не забитое. Столько теста, ну, достается с пасхи для начинки. То есть, ты выпекаешь, делаешь дырку. Это вы там так делаете, да? Ой, боже. Так начинять. Так это начинено? Да. Там вишни, там полкило вишни. Ну, завтра, девочки, я разъезжу, покажу вам. Ну, оно легкое, Люд. Полкило. Так, какой там полкило? Там нету полкило. Рам 300. Полкило там. Ну, у меня веса есть, я могу это самое. А я тут еще не разрезала. Ну, ничего, поломаю. Людочка завтра же на Пасху работает. Не знаю, может, бабушка посажу в машину, может, в церковь и подъедем с ней. Все равно ехать. Да, все равно будем ехать. И освятим. Она говорит, ты мне вина домашнего достанешь. Я говорю, тебе да. Тебе не-не. Ну, а мне же достань. На завтра, да? Угу. Аккуратно с ним. Дворно, души пьяны. Это моя. Ладно, девочки. Я завтра много гостей не ожидаю. Вечером знаешь, сколько будет? Я тебе прошу. Вечером. Да, мясо поесть. Люди ж, сколько на посту. Отдыхай. Тем более, мы с тобой при вчерашнего стресса. Угу. После этой самообороны, это вообще. Ну, мы с тобой вчера молодцы, да? Угу. Откуда столько дури? Она всегда есть. Когда надо, да, Дуц? А как менты, они ничего не поняли. Так на нас смотрят. Вчера проезжаем такие, смотрят. Два боевика. По вторую ночь. Она ушла. И я. Я все кино смотрела. Я смотрела, смотрела какой-то сериал Кингого. Мурзлая земля. Там вот это вот в главных ролях. В главных ролях. Ну, короче, ладно. Я уже не помню. Сонная такая вообще. Никакая. Тебе привет, девочек моих подписчиков. Которые в личную. От Алены. От Светы. Спасибо большое, моя хорошая. Да, они поздравляют с наступающим. Света Абрамова сегодня окна мыла, упала. Слава Богу, говорит, ничего не сломала. Да что ж такое? Нельзя ничего делать. Ну. А когда делать? Тоже, говорит, дубать, холодильник, страшная. А им гореть? Да. Не накажи. Так что, девочки. Спасибо. Сегодня суббота. Если что, пеките ночь. Почему сна нет? Сейчас ты уснешь. Сейчас ты уснешь. Знаешь, вот сюда надо попить сладенький чай, и будет сон. Очень надеюсь попасть сегодня в этот, на массаж. Во сколько? Аж после спектакля. Ты? Я даже тебя везти сегодня на массаж еще? Ну, Андрей, спектакль. Ну, я буду ждать тебя. Я не собираюсь домой ехать. Полтора часа? Ну, а что, я включила ютубик и сижу, жду. А что, у тебя массаж аж полтора часа? Да. А завтра нельзя твой массаж делать? Завтра вечером выезжать нам обязательно куда-то сегодня? Я вчера была записана, я работала. Ладно, все, хорошо, понятно. Боже, Степа, сколько же можно? Сколько же можно? С розмаринчиком, картошечка. Не знаю, будет ли ужин сегодня? Навряд ли. Бумага. На фаргу положила, просто бумага закончилась. Парочка семенда, семенда ударочка. А что ж такое воздушная тревога, ни с того, ни с сего? Мы здесь не слышим. Написали вот сообщение, прям через процессор телефона идет. Ну, вы знаете, когда воздушная тревога, всем против укрытия, Днепропетровская область. Так вот написано. И, ну, тихо, все нормально. Боже мой, заброшка зацвела буйным светом. Заброшка. Надо культиватор косить. Боже мой, кошмар. Кошмар. Бабушка говорила, страшно руки делает. Я очень понимаю. Я очень понимаю. Вы посмотрите, что делается. Просто холодильник. Нельзя. Нельзя. Костя, нельзя. Нельзя, нельзя. Котячий дом. Котячий дом, да. Котячий. Нам нужно зарядкой. Смотри, какую плойку нашла. Ой, Господи. Мне надо зарядить колонку, пожалуйста. Я ж тебе купила зарядку. Мне надо колонку зарядить. А только моей надо зарядкой. Ну, мама. А иди сюда, стой. А что ты спишь в цепях вот эти? Ой, какая красивая. Ой. Ой, какая. Ух ты. Покажи еще грудь. Ой, Боже мой. Где эта грудь? Люда, у тебя очень красивая грудь. Очень красивая. Смотри, что я сделала себе. Видишь? Ну, сильно ярко ночью светит. А я без света не могу. Ты не подожжешь еще дома. Да не подожжу я. Чего же я подожжу дома? Рабка, здрасте. Включи, пожалуйста, свет. Нет. Слышишь, пишешь, что тревога, но о тревоге ни хрена же нету. А уже закончу. А, закончу. Слава тебе, Господи. Короче, едем обязательно, да? Обязательно. Моя девочка. А мне тебя ждать? Да нет, ну что-то будет. А что еще будем развозить мы с тобой горючее? Я не буду. Мне еще надо до Тоньки зайти. Там с теми пасками. Все, хорошо. Хорошо, ладно. Там с одной получилось. Я заказывала три такие, а не три такие. В итоге отдали. Она, ну, отдали уже. Она звонит мне, Тоня. Говорит, дай уже какие заказывала. Там разберешься уже по... Угу. Она потом... Цвет лазури не такой, как был на видео. В смысле? То есть они очень красивые. Белый, белоснежный. Нет, ну был типа такой он более коричневым, а это типа более к розовому. Ах, это ж, ну, это ж видео, оно искажает. Вот сейчас тряпка бледная висит, а она вообще яркая. Но люди разные такие странные. Очень возбужденные сейчас люди, Люда. Мы с тобой тоже очень... Я не знаю, насколько я возбуждена. Да? Ты же выбросила розу. Выбросила. Ну, просто... Что там она стоит? Ну, я на улицу хочу выбросить. На улицу. Ну, куда она пропадает? Она меня раздражает уже. Так ты же... Ну, ты же... Я выбрасываю, она меня раздражает. Ты принесла ее к себе? Ну, мне жалко растение холодное. Я выброшу, когда будет тепло. Так она же у меня стояла, она меня не раздражает. Люда, она тебя болеет. Ты заметила? Листья падает, желтеет. У тебя растения все болеют. У тебя только фикус живет. Я реанимирую, потом тебе принесу. Пускай будет у меня. Звучала мой адрес? Нет, причем здесь твой адрес. Люда, там очень много у тебя духов. Туда зайти не... Ты здесь... Что ты спиной за привычка принесла? Ты сидишь, что я снимаю видео? Ёперный театр. Да ты считай, пожалуйста. Что вы за люди такие странные? Бабушка отворачивается, ты отворачиваешься. Я ухожу в душу. Идите все наше. Время осталось. Все, иди. Иди. Не, видишь, я снимаю, что у меня свой влог отвернулась и разваливает со мной задом. Ну, прекрасно, просто прекрасно. Чокнуться можно. Мама, сколько у тебя просмотров? Мама, сколько у тебя подписчиков? А мама клоун. Сама должна плясать, танцевать. Вот. Знает мамину ситуацию. Маму, то жар, то холод. Так, с мамой завтра едем, посвятим пасочки утром. Мама, гардероб. Мамочка моя, человечек. Какой-то кино смотрит, Наташа, ключи-ключи. Себя не показываю, потому что выгляжу ужасно. Не знаю. Видно меня, не видно, не знаю. Все, ребята, дорогие мои друзья. Не обращайте внимания на эти выпады. Совсем что-то надо. И чтобы вы могли, после домашних вот этих вот всех дел, которые, они без конца, просто без конца, вы могли насладиться, ну, хотя бы в бочке, где-нибудь. Все, пока. Я вас целую, обнимаю. Отдача вортовая! Отдача вортовая! Ой, это шик модера. Все, я уехала. Отдача вортовая! Продолжение следует...